Первыми на заявление господина Рябикина отреагировали пользователи соцсетей. Постили коллажи и мамы, в которых призывали спасти рядового Райнера и присоединить лоукостер к Укрзалезницы. Предлагали также национализировать МАУ. Правда, несостоявшимся клиентам Райнер сейчас не до шуток. Деньги за билеты лоукостер пообещал вернуть, но планы сорвались. Кто же на самом деле виноват в скандале с МАУ и есть ли шанс исправить ситуацию? Об этом сегодня спорили и чиновники, и эксперты. Продолжит Александр Васильченко. Лидер международных авиаперевозок и один из самых дешевых лоукостов Европы. Эти данные показывают, что Райнер ежегодно наращивает количество перелетов и радует своих пассажиров расценками. Так могло быть и у нас, если бы ирландская компания не сломала зубы об украинские реалии. И парадокс, в то время как Львовский аэропорт согласился с базовыми условиями лоукоста, столичный. Почему-то не смог договориться. Всю вину за срыв полетов руководитель львовской взлетки возлагает на главу аэропорта Борисполь Павла Рябикина. Так считают и туристические агенты. А вот подсчеты топ-менеджеров Бориспольского аэропорта показали убытки в десятки миллионов долларов. Но эксперты с этим не согласны. По их мнению, здесь не обошлось без игры в пользу украинского монополиста. Интересно было бы посмотреть, сколько аэропорт недополучает ежегодно от работы авиакомпании МАУ. Учитывая то, что руководство аэропорта так сопротивляется приходу авиакомпании Ryanair и приложило очень много усилий для этого. Но с другой стороны, руководство аэропорта предоставляет большие скидки авиакомпании МАУ. Готово в интересах авиакомпании МАУ за счет госпредприятия расширять терминал, расширять перрон. И при этом абсолютно не говорит об окупаемости этих проектов. Впрочем, сам Рябикин все обвинения в сговоре отрицает. Не на камеру, а в фейсбуке. Мол, Ренеер не смог договориться не только с ним. А что, собственно, произошло в Жулянах? Включите логику. Два месяца переговоров и тот же результат. Там не было никого из участников сговора. Министр инфраструктуры Владимир Амелян, который, в общем-то, шеф для руководства аэропорта, протестует. И тоже в фейсбуке пишет, дескать, внесет представление на увольнение Рябикина. И опять же намекает на сговор. Аэропорт государственный. Терминалы построены за государственные средства. Пока они не работают, а сам аэропорт на содержание каждого из них тратит около 250 миллионов гривен в год. Я убежден, что Ренеер может быть в Украине. Не может быть такого, чтобы директор Борисполя определял, куда летать втридорого украинцам. Амелян задается вопросом, который тревожит всех. Кто у кого шеф, не ясно. Ведь о ситуации у Ренеер Амелян заговорил только сейчас. Такая ситуация сложилась, потому что Мининфраструктуры и Антимонопольный комитет не контролируют монополистов. Так считает нардеп от оппозиционного блока Николай Скорик. И по его мнению, это отпугивает инвесторов в нашу страну. Связано еще и с тотальной коррупцией в Министерстве инфраструктуры и в нашем аэропортовом хозяйстве с тем, что благодаря давлению одного монополиста, одного нашего украинского перевозчика, выдавливаются с рынка так называемые лоукосты, то есть бюджетная авиакомпания. Действия руководства Бориспольского аэропорта необходимо расследовать. Виновные должны понести наказание, считает премьер-министр Владимир Гройсман. С таким заявлением он обратился в НАБУ. Также премьер-министр заявил, переговоры с ирландским лоукостом будут продолжены. Александр Васильченко, Богдан Вербицкий, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер.